Здравствуйте, друзья! Давай поговорим о самом важном событии в мире криптовалюты сегодня. TrueUSD – это стейблкоин с рыночной капитализацией почти 2 миллиарда долларов, который, по идее, должен быть привязан к доллару США один к одному. Но сегодня он потерял привязку к доллару и упал до 98 центов на фоне того, что холдеры начали активно продавать его. За несколько часов продажи достигли 330 миллионов долларов. Также и киты активно избавлялись от него из-за регуляторных опасений. Обычно такие вещи говорят о том, что на рынке присутствует тень чего-то нехорошего. Это сигнал, что мы находимся в состоянии неопределенности. Так в чем же она заключается? Мы знаем, что TUSD контролируется Джастином Саном, которому также принадлежат биржи Huobi и Poloniex. И как мы помним, недавно и Huobi и Poloniex были взломаны. Поэтому в свете отвязки от доллара TUSD это все вызывает вопросы о платежеспособности этих бирж. Владелец же всех этих площадок и вовсе находится в состоянии судебной войны с американскими регуляторами. Его обвиняют во многих вещах список очень большой. Именно поэтому пользователи продают TrueUSD за USDC и USDT, тем самым пытаясь снизить свои риски. Но не только пользователи это делают, но и другие крупные биржи, например. Так Binance убрала TUSD со своей площадки Launchpad, а также не включила его в стейкинг. Раньше TUSD можно было стейкать на Binance, а теперь нет. Кроме этого Binance переносит свой фокус с TrueUSD на FDUSD. Интересно, что потеря паритета с долларом США для TUSD совпала с ростом Binance Coin. Похоже, что Binance спешит уменьшить присутствие в TUSD стейблкоине от Джастина Сана. И за счет него также и поддержать курс BNB. Есть ли в этом систематический риск для криптовалютного рынка? По моему мнению, да. Ведь TUSD находится на четвертом месте в списке крупнейших стейблкоинов на рынке. Стоит учесть, что он стремительно теряет рыночную капитализацию с начала этого года. На первом месте, как мы видим, находятся TESER, USDC и DAI. В любом случае, мы не хотим, чтобы четвертый по размеру стейблкоин обрушился. Ведь это приведет к потрясениям на рынке, сравнимыми с коллапсом стейблкоина от Terraluna, USDC. Причем, потрясения эти будут также связаны и с тем, что внимание регуляторов будет привлечено к рынку. Чего мы тоже не хотим. Если мы увидим продолжение падения TUSD и его коллапс, то биткоин, естественно, отреагирует на это падением. Сам Джастин Сан пока что никак не комментирует эту ситуацию. Кстати, насчет регуляторов. Они вплотную занимаются стейблкоинами и их правовым статусом на территории Соединенных Штатов. Например, существует этот закон USHR4766. Clarity for Payment Stable Coins Act. Это самый важный белый лебедь в принятии криптовалют. Да, ты правильно услышал. Белый лебедь, а не черный. Хотя на краткосрочной дистанции он может привести к потрясениям на рынке. В любом случае, этот закон только что прошел с таким распределением голосов 34 за и 16 против. Теперь закон переходит в палату представителей. И если он действительно будет принят Конгрессом США, это откроет огромные двери для принятия криптовалюты. Если этот закон будет принят, то стейблкоины, обеспеченные казначейскими облигациями США, станут законным платежным средством на территории Америки. С другой стороны, остальные стейблкоины, которые не обеспечены облигациями США, окажутся вне нового закона. Это событие, связанное с TUSD, может оказаться финальным черным лебедем. Тем самым, который спровоцирует окончательный крах биткоина перед халвингом. Ту самую спровоцированную и запланированную коррекцию, как ты видишь на этом сравнении, 4 халвинг циклов. В 2012 году перед халвингом мы наблюдали просадку в 38%, в 2016 37%, в 2020 65%. Но здесь нужно сказать спасибо коронавирусной пандемии. Уроки, которые следует выучить из этого. Долгосрочный портфель всегда должен находиться в спотовой позиции. Продавать из него что-либо – это ошибка. Даже на этом падении, даже если ты испугаешься этой коррекции, ни в коем случае не продавай свою спотовую долгосрочную позицию. И второй исторический урок из этого – то, что финальная коррекция перед халвингом – это большой шанс купить на этом падении. И скорее всего после этого мы больше никогда не увидим таких цен на рынке. Цена просто-напросто никогда к ним не вернется. Точно так же, как в 2012 мы больше не возвращались к 13 долларам. В 2016 мы больше никогда не видели 760 долларов. А в 2020 мы больше никогда не увидели 12 тысяч долларов. 48 тысяч долларов в будущем, спустя 2 года, станут новой недостижимой целью для биткоина. Ну а сейчас будь осторожен при торговле с кредитными плечами и готовься накопить больше биткоинов на этой коррекции. Кстати говоря, это и делает BlackRock, например. Теперь он держит уже 16361 биткоин. На этом падении он купил биткоины на сумму более 700 миллионов долларов. Кроме этого, друзья, средний ежедневный объем BlackRock биткоин ETF составил больше, чем все 500 новых ETF, запущенных в 2023 году вместе взятые. А также объем торгов всеми спотовыми биткоин ETF за 3 дня составил почти 10 миллиардов долларов. Так что на самом деле спотовые биткоины ETF бьют все рекорды, что на долгосрочной дистанции сыграет свою положительную роль на биткоине. И, наконец, я хочу поговорить о некоторых вещах, которые очень позитивны для биткоина на длинной дистанции. Это катализаторы цены биткоина на долгосрочной перспективе. Конкретнее уже после этой коррекции. Существует 70% вероятность того, что ФРС США снизит ставку на заседание в марте. Обычно, когда вероятность превышала 70%, ФРС почти никогда не шла против течения. Так что ФРС в целом склонна делать то, что рынок считает наиболее вероятным. Последняя информация показывает, что вероятность снижения ставки в марте снизилась до 60%. Когда ФРС делает что-то, что совпадает с ожиданиями, это хорошо для рынка, как правило. И наоборот. Если ожидания не находят свой отклик у ФРС США, рынки могут падать. Конечно, понижение ставки не гарантировано для марта, ведь это всего лишь 60%, а не 95%. Но в конечном итоге снижение ставки неизбежно. Далее, с марта 2022 года, когда ФРС США начала повышать ставки, мы увидели рост общего объема денег, которые хранятся в денежных фондах, на 33%. Почему это происходит? Потому что, когда процентные ставки выросли, многие люди выводили свои деньги из активов в фонды денежного рынка, для того, чтобы заработать эти безрисковые 5% доходности. За последние 2 года их объем увеличился с 4,5% до 6 триллионов долларов. Эти деньги находятся вне рынка. Но когда процентные ставки начнут снижаться, а это то, чего ожидает рынок, большая часть этих денег устремится обратно в акции, в криптовалюты и другие активы. Но даже если эти деньги пойдут только в акции, это все равно повысит ликвидность всех рынков в целом, что увеличит потенциал для биткоина и его роста. И, кстати, я совсем не удивлюсь, если часть этих денег также хлынет и в биткоин через этот спотовый ETF, что недавно был принят. Теперь у нас есть такой новый инструмент для институционалов. И, наконец, последнее, что тебе нужно знать. Уровень безработицы в США начал расти. Как мы видим вот здесь, мы оттолкнулись от этого дна и, скорее всего, будем продолжать этот растущий тренд. Один только этот график может оказать огромное влияние на государственные расходы и политику Центрального банка, в нашем случае ФРС США. А это означает массивное стимулирование экономики и государственные расходы, то есть, другими словами, печать денег. Это исторический ответ на смягчение этого удара. Что было в 2021 году с биткоином после того, как ФРС США напечатало 40% существующих долларов в обращении? Он взорвался и достиг нового исторического пика. Но это лишь мое мнение, не следует воспринимать это как финансовый совет. На этом все. Меня зовут Богатейший Ди. Увидимся с тобой в новых видео. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!